Здравствуйте! С вами Петроградские параллели и с вами вновь Фёдор Грибков. Как и было обещано в прошлом выпуске, мы с вами изучаем очередную Петроградскую параллель улицу Подковырово. На самом деле она прекрасно вписалась в очереду вот этих вот похожих улиц с похожими названиями Полозова, Плуталова, Подрезова и мало кто знает, что Подковырово это не оригинальное название, оригинальное название Покровская. Первый наш объект, построенный в стиле так называемого гигиенического модерна, потому что этот кирпич легко мыть, отсюда и название. Автор проекта Николай Матвеевич Арестов, техник городской управы, который строил, ну, огромное количество зданий именно в этой части города. Они прям вот хорошо подходят под одну экскурсию, очень все близко. Удачно построил рядышком. Собственно говоря, это единственное, наверное, в Петербурге здание, которое оформлено гигиеническим кирпичом не только с фасада, но и во дворах. Дом элитный. Нас сюда с экскурсиями не пускают, но мы сейчас всеми правдами и неправдами попробуем пробраться, святая святых, во дворы и во дворовую парадную. Извините, пожалуйста, я придержу. Мы с вами попали во дворы дома Климова, которые у нас, напомню, относятся к течению гигиенического модерна. В доме несколько парадных лестниц. Вот эта парадная одновременно обращена и во двор по улице Покровской, и на фасады соседней улицы Полозова. Ну, куда спрятался человек, который может нам открыть дверь? Я 314? Кто там? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, интерьеры парадной в краеведческих целях можно посмотреть? Я автор книги по модерну, Федор Грибков. Книжка с собой. Понял. Звоним в другую. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, интерьеры парадной в краеведческих целях можно посмотреть? Я автор книги по модерну, мы тут вот снимаем репортаж по дому Климова. Ой, вы знаете, я не знаю. нам вот только вестибюль посмотреть и решеточку вот мы творчество техника арестова изучаем вот книжечку меня с собой в качестве подтверждения вы на секунду спасибо вообще очень странная система лестниц никаких окон нет а вот вот здесь раньше был выход на улицу полозова сейчас он законсервированный все ходят через двор на решеточку тоже обратить внимание сюда очень трудно попасть мы с экскурсиями сюда только один раз заходили это у нас пустили вот до этой двери идем дальше на перекрестке с малым проспектом располагается следующий наш объект которые в общем то не такой колоритный как многие другие дома петроградские но мне он очень нравится хоть и надстроен завод декоративное убранство второго и третьего этажа очень такой своеобразный декор и здание это построил мой любимый один из любимых архитектор петербурга михаил николаевич кондратьев гражданский инженер по которым у меня в книжке аж две главы единственный архитектор по которому я два раза написал статью вот и в петербурге он прежде всего известен как автор знаменитой башни вячеслава иванова вернее дома дернова где находилась так сказать пристанище поэтов серебряного века вот мы сейчас с вами в общем то легко и просто я думаю попадем в парадную этого дома кстати друзья это именно я можно сказать историческая парадная это первая парадная которую я посмотрел как говорится в краеведческих целях да именно так я здоровую жильцами по домофону на весь какие шикарные двери и какая шикарная плиточка с обрамлениями ну как считается в виде звезды давида но на самом деле это просто такой узор а пошли-ка дальше что тут нет нифига больше а не смотря на всю скромность фасада в интерьерах сохранились фигуры кариатид редкие для петроградской всего есть 7 домов с кариатидами и львы с пальмами с ними львов с пальмами на углу покровской бывший покровской до подковырова и большого проспекта есть еще одно примечательное здание практически архитектурный шедевр с элементами некоего восточного колорита и даже с привкусом готики это работа иосифа исаковича долгинова уроженца могилевской губернии выпускника академии художеств и принадлежало здание владельцу частной гинекологической клиники борису урвичу особняк которого находился внутри квартала это собственно доходный дом с тремя аппаратными мы сейчас с вами посмотрим самую редкую и самую красивую и 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 вообще-то формально там есть консьерж но откровенно говоря эту папу был ключи и они у меня подходят но надо сразу два доставать сначала система шифрования от дом.ру а потом обычный визит соответствующий облику фасада камин с готическим на вершине. прошу любить и жаловать визит кстати пока мы снимали консьерж неожиданно нарисовался поэтому это была удача ну что друзья делайте лайки ставьте репосты следующий раз у нас улица полозова до свидания